Вот он, главный флагман Samsung 2019 года. Компания может открещиваться от подобных терминов, но именно линейка Note задает тренд продуктам Samsung. Потому что тут появляется решение, которое позже мы встречаем и в других смартфонах компании. И, судя по всему, это лучший смартфон от Samsung на сегодняшний день. Но лучше ли он на рынке? Давайте выяснять. Прежде чем понять, для кого создавался Galaxy Note 10, давайте ненадолго вернемся в прошлое. Первый смартфон линейки Galaxy Note, если не совершил революцию, то серьезно изменил рынок, это был один из первых фаблетов. Сейчас это слово уже забыли, а в 2011 году 5,3-дюймовый дисплей казался невероятно огромным. Устройство с такими габаритами было на стыке смартфонов и планшетов. Сначала большинство пользователей очень скептически отнеслись к такому нововведению, но затем, в течение всего нескольких лет, размеры смартфонов существенно увеличились и габариты линейки Note тоже росли. И вот, собственно, к чему мы ведем. Не стилус S-Pen, а именно габариты всегда были фирменной фишкой линейки Note. Да, стилус, конечно, тоже, но это было не так важно, как гора технологий и огромный дисплей. Galaxy Note 10 Plus, именно Plus-версия, продолжает эти традиции, но Samsung теперь серьезно держит нос по ветру. Когда мы впервые взяли Note 10 в руки, в голове сразу пронеслось, что это Xiaomi, Huawei. Да, смартфон сзади был похож на все, что угодно, только не на Samsung. Это было первое впечатление. Дальнейшее использование показало, что от Samsung тут все же больше, но чувствуется, что компания экспериментирует. Наверное, Note 10 немного потерял в индивидуальности, но выглядит он все же эффектно. Практически безрамочный экран с круглым вырезом под фронталку в центре и изогнутыми краями создает ощущение полной безрамочности. Сзади тройной блок камеры, датчики, простые прямоугольные формы и новый фирменный цвет аура. Тут, кстати, сразу надо отметить разницу между Note 10 и большим Note 10+. Компактный Note 10, а он действительно компактный на фоне Plus-версии, получил всего три камеры, у него нет разъема для карточки памяти, меньше разрешения экрана, Full HD против QHD, меньше оперативной памяти, 8 против 12 гигабайт и объем батареи тут 3500 мА, тогда как в большом Note 10 Plus аккумулятор на 4300 мА. Есть еще одно отличие – цвета. Маленький Note 10 будет продаваться в красном, черном и цвете аура, вот таком переливающемся. Большой Note 10 Plus вместо красного предлагает белый цвет, а в США вместо красного будет синий. В очередной раз непонятная чехарда с расцветками, но главное, что новый цвет аура будет доступен везде, и он очень интересен, играя всеми цветами радуги, хотя сама идея уже далеко не новая. Как бы то ни было, смартфон выглядит эффектно, он довольно тонкий, как всегда, немного угловатый, нарочито строгий, с намеком на бизнес-аудиторию. На нижнем торце, наконец, правит симметрия, Type-C, прорезь динамика и микрофон на одной линии. Лоток для сим-карт на верхнем торце версии Galaxy Note 10 Plus он гибридный, кнопка питания и качелька громкости расположились на левой грани. Тут надо сказать, что Samsung поступила очень неожиданно. Кнопка питания на левом торце не всегда удобна. Логика в этом, конечно, есть. Левой рукой вы включаете смартфон, а правой тут же достаете стилус. Кроме того, такое расположение элементов понравится левше или тем, кто привык пользоваться смартфоном левой рукой. За неделю использования к такому расположению кнопок, в общем-то, привыкаешь, поэтому сильно большой проблемы в этом нет, хотя эргономика все же далеко не лучшая. Кстати, Samsung избавились от отдельной клавиши Bixby, но по умолчанию кнопка питания при долгом зажатии вызывает именно фирменного помощника, а не выключает смартфон. В настройках эту увольность можно исправить, за что отдельное спасибо. Samsung в очередной раз подготовили сразу несколько вариантов чехлов и самый классный, конечно же, кожаный. Он тонкий, приятный, тактильный и не сильно увеличивает габариты смартфона, поэтому такой чехол настоящий мастхев, и, конечно же, учитывая стоимость смартфона, хоть какая-то защита ему не помешает. Если вы вдруг еще не в курсе, то Note 10 стоит в России 77 тысяч рублей, а Note 10 Plus впечатляющие 90 тысяч. В Казахстане смартфон стоит немного дешевле, 420 и 480 тысяч тенге соответственно, но в любом случае цены хорошо стужает пыл даже самого ярого фаната марки. Что вы получаете за такие деньги? Приличный набор железа с учетом процессора Exynos 9825 и внушительный объем оперативной памяти. В маленьком Galaxy Note 10 установлено 8 гигабайт оперативки, а в большом Note 10 Plus целых 12. Объем встроенной памяти одинаковый, 256 гигабайт. Цифра, конечно, красивая, особенно приятно удивляет объем встроенной памяти, это, кстати, быстрый UFS 3.0 накопитель. Но сам по себе такой набор железа не что-то из ряда вона, а вполне стандартный набор для большинства производителей. Разве что объем памяти приятно удивляет. Тест в бенчмарках показывает результат чуть хуже, чем у OnePlus 7 Pro на Snapdragon 855. То есть отставание на бумаге незначительное, производительность сопоставимая. В реальности же процессор Snapdragon и графика Adreno лучше показывают себя при длительных сессиях в играх. Опять же, просадки в тяжелых игрушках на Exynos ощущается значительнее. Это, разумеется, не геймерский смартфон, но Samsung немного улучшила теплоотвод, что меньшает риск троттлинга и снижает нагрев. В общем, при долгих играх это заметно, смартфон нагревается, но не критично. При этом играть вы можете в любые игры, и если вы не заядлый геймер, вам смартфон покажется быстрым в любых игрушках. Тут надо правильно разделять копание в деталях и общие ощущения. Общие ощущения от смартфона такие, что он быстрый. Очень быстрый. У Galaxy Note 10 Plus большой 6,8-дюймовый динамик AMOLED дисплей с QHD разрешением. Хотя из коробки установлено Full HD+, и нужды переключаться вам точно нет. Какой-то ощутимо видимой разницы нет. Экран очень яркий, в авторежиме на солнце вы можете спокойно смотреть ролики на YouTube. Но Samsung не стали торопиться с другими актуальными трендами. Частота в 120 или хотя бы 90 Гц в этом смартфоне отсутствует и очень зря. По большому счету только этот фактор и процессор не дает назвать смартфон самым сбалансированным в мире Android флагманов. Но если производительность тут в любом случае очень хорошая, то от экрана с высокой частотой обновлений однозначно не хватает. Кроме того, Samsung все еще не дает возможности уменьшить влияние шим. Говоря проще, в настройках нет DC-димминг. Хотя конкретно этот факт можно объяснить тем, что Samsung не хочет давать необкатанную технологию. Напомним, что DC-димминг серьезно влияет на цветопередачу. Если же забыть про 120 Гц, шим-экран тут, разумеется, впечатляет. Он огромный, практически безрамочный, кстати, скругления тут не очень большие и ложных срабатываний нет. В общем, сам по себе дисплей очень хорош. Куча дополнительных настроек от полноценной темной темы до выбора профилей, фильтра синего цвета и продвинутого Always On. Но есть в дисплее и еще один компромисс, на который пошли в Samsung. Это круглый вырез под фронталку верхней части экрана. Он однозначно выглядит лучше, чем вырез сбоку, но все равно не покидает ощущение, что все это временные меры. Во-первых, из-за динамично меняющей свои приоритеты моды. А во-вторых, из-за Google, которая уже в октябре должна показать Pixel 4. В этом смартфоне Google почти наверняка покажет свой аналог Face ID. И если это случится, вот вам вопрос. Будет ли это эксклюзивом смартфонов Pixel, или другие Android-производители тоже подтянутся и станут внедрять эту систему в свои устройства? Если так, то Samsung, Huawei и другим компаниям вновь придется придумывать, куда девать кучу датчиков, которые нужны для безопасной системы разблокировки по лицу. Ну а пока все это на уровне размышлений, Samsung продолжает экспериментировать с такими вот вырезами. И надо сказать, что в Note 10 его практически не замечаешь, особенно если поставить такие хитрые обои. Кстати, разблокировка по лицу тут осталась такая же, как и в Galaxy S10, но обмануть по фотографии систему больше нельзя. Тем не менее, основным средством разблокировки тут является именно сканер отпечатков под экраном. Он опять же ультразвуковой, судя по всему такой же, как в S10, но работает немного быстрее. Расположен сканер вполне удобно, зона его подсвечивается, и в принципе пользоваться им вполне комфортно. Но опять же, по скорости он сильно уступает датчику OnePlus 7 Pro. Там он просто молниеносный. Хотя связка из разблокировки по лицу и сканер отпечатков тут вполне удобная. Не самая быстрая, но абсолютно не раздражает. Samsung продолжает развивать S Pen, делать его умнее, лучше и технически более совершенным. Появились новые фишки, вроде жестов со стилусом, управления камерой и так далее. Но вот что никак не получается у Samsung сделать это заставить пользователя достать этот стилус из смартфона. Некоторые функции S Pen на самом деле очень удобные, например, заметки на заблокированном экране. Это просто находка. Но как часто вы будете вспоминать про S Pen, пока не создадите себе определенные триггеры? За время теста таких случаев у нас было 0,0. Куда проще и быстрее сказать «Окей», поисковик и надиктовать заметку. При этом, конечно, если вы уже привыкли пользоваться стилусом и делаете это регулярно, никаких проблем нет. Или если вы любите писать и труки рисовать, то S Pen как дополнительная возможность это всегда хорошо. Однако еще одно «но» не дает сказать, что это очень удобный инструмент. Эргономика. То есть размеры, толщина самого пера и размеры плоскости, на которой вы рисуете не настолько удобно, чтобы вы начали писать книги или рисовать портреты. Стилус слишком маленький и держать его в руках при рисовании не так удобно. Другое дело, что у Samsung есть планшет Galaxy Tab S6 и там тоже есть стилус. И вот он по-настоящему большой и удобный. А стилус в Galaxy Note 10 скорее для каких-то простых задач. Быстрого выделения, перевода текста, скриншотов, коротких записей и так далее. Но повторимся при условии, что вы будете доставать S Pen из смартфона. Кстати, владельцы смартфонов Galaxy Note, поделитесь в комментариях, пользуетесь ли вы стилусом и какие у вас сценарии использования. DxOMark, которых не ругает только самый ленивый и есть за что, присудила Samsung Galaxy Note 10 Plus звание лучшей мобильной камеры. Правда, в тесте была версия 5G, тем не менее она не отличается от обычного Note 10 Plus. Основная камера действительно очень хорошо снимает на уровне лучших представителей рынка. Это 12-мегапиксельный модуль с диафрагмой f1.5, причем дырка, выражаясь на операторском сленге, может открываться до f1.5 и закрываться до значения f2.4 в зависимости от условий съемки. Здесь отличный баланс между детализацией и уровнем шумов. Нет избыточного шумоподавления, чем грешили смартфоны компаний в прошлом. Впрочем, мы это отмечали уже и в Galaxy S10 Plus, камера которого практически такая же. Основное отличие в телевике, который получил увеличенную до f2.1 диафрагму, но чуть меньший по размерам сенсор. И надо отметить, что телевик дает честное двухкратное приближение, и результаты у него бывают очень неплохие, с хорошей резкостью и деталями. Но он сильно зависит от количества света, гораздо больше, чем основной модуль. Это можно сказать и про ширик, который отлично работает днем на улице, но качество которого сильно падает при недостатке света. Тем не менее, широкоугольный объектив дает хороший простор, даже больше, чем телевик, и снимает он достойно. Это, кстати, 16-мегапиксельный модуль со светосилой f2.2. В приложении камеры есть куча разных настройок и возможностей. От видео с живым фокусом и AR-зарисовок до сверхзамедленной съемки различного вида боке. Кстати, сама портретная съемка воображений не поражает и опять же зависит от окружающего освещения. Тем не менее, Pixel 3 или iPhone XS умеют делать портреты поинтереснее. Глобально же камера у Note 10 Plus очень хорошая, она точно в пятерке лучших представителей. Но насколько она может носить лавры лучшей, вот это вопрос. Например, ночной режим, он тут есть и он хорошо работает, но сравним его с Huawei P30 Pro и последний делает ночные снимки ощутимо лучше. Больше деталей, естественней цвета, пропасти между кадрами, конечно нет, но факт налицо. По видеовозможностям смартфон тоже интересен. Максимальное качество 4К 60 кадров в секунду, есть оптическая и дополнительная электронная стабилизация, запись в HDR, куча эффектов, как мы уже сказали, возможность переключаться между любым модулем непосредственно во время записи. Качество видео сопоставимо с Galaxy S10, но есть ощущение, что Samsung еще немного поколдовали над алгоритмами и видео получается действительно очень хорошего качества. Ну и, наконец, фронтальная камера. Здесь одна, это 10-мегапиксельный широкоугольный модуль, который программно работает в двух фокусных расстояниях, но тут не надо обманываться, система лишь кропает снимок. Качество селфи отличное, есть очень мягкое мотирование кожи, куча эффектов, в том числе фото и видео с эффектом размытия фона. И, в принципе, смартфон подходит для требовательных любителей селфи. Если суммировать впечатления, то камера в этом смартфоне отличная. В отдельных компонентах она может уступать своим конкурентам, но в сумме это прекрасный инструмент для ваших шедевров. Что еще чудесного в этом дорогущем флагмане? Стереодинамики. Звук громкий, насыщенный и приятный. Это одни из лучших динамиков, что можно встретить в смартфонах. Дисплей, как водится у Samsung, один из лучших на рынке. Он просто превосходный. Динамиком OLED-матрица с очень глубоким черным цветом. Но тут же ложка дегтя в виде отказа от разъема для наушников. Да, и Samsung сдалась тоже, и, видимо, эпоха привычного аналогового разъема ушла в прошлое. В качестве утешения в комплекте идут неплохие наушники, АКГ с разъемом Type-C и переходник. Но давайте подведем маленький итог. Хороший экран, приличное железо, отличные стереодинамики, замечательная камера, идеальный смартфон? Конечно же нет. Например, автономность, несмотря на 4300 мА в большом Galaxy Note 10 Plus совсем не поражает воображение. В обед вам вряд ли придется заряжаться, но средний показатель автономности примерно 5 часов работы экрана. Разумеется, результат будет зависеть от вашего конкретного сценария использования, и в целом аппарата хватает на весь рабочий день. Но все равно есть примеры и лучшие. Тот же Huawei P30 Pro выдает просто великолепный результат, у которого, впрочем, есть свои нюансы. Но в случае Galaxy Note 10 Plus есть приятный бонус в виде комплектной зарядки, которая за полчаса позволяет зарядить смартфон на 65%, а полная зарядка занимает ровно 1 час. Зарядка, кстати, Type-C, кабель соответствующий есть в комплекте. А еще там же, как всегда, есть переходники, которые могут иногда понадобиться, наушники, как мы уже сказали, и в зависимости от рынка могут быть и другие вещи, например, запасные стержни для S-Pen и даже чехол поговаривают, но в нашей упаковке его не было. По связи Note 10 Plus показывает себя идеально, и сотовые подключения, и Wi-Fi-сети, голосовые вызовы работают отлично. Кстати, разговорный динамик тут спрятан под стеклом, это не мешает нормальным звонкам, просто особенность конструкции. Он громкий и удобный в разговорах, а при просмотре видео он чуть тише основного, но все же создает стереопанораму. Смартфон оснащен реверсивной зарядкой, можно заряжать, например, наушники или часы Samsung. Конечно же, тут есть защита от воды, и в целом набор получается весьма внушительный. Оболочка тут такая же, как и в Galaxy S10 с поправкой на фишки для стилуса S-Pen. Вообще, One UI один из самых симпатичных лаунчеров на рынке. Samsung его прекрасно обновили и сделали в духе времени. Смартфон не тормозит, но тут, возможно, нужно больше времени, чтобы точно сказать, сказывается ли количество приложений и время на плавной системе. За те 10-12 дней, что мы тестировали устройство, Note 10 показал себя отлично. Более того, переход на него был вообще каким-то незаметным, и не доставил какого-либо дискомфорта. Это отличный смартфон с кучей возможностей. Чего ему не хватает? По большому счёту только две вещи. Экран в 120 Гц и чуть более гуманный ценник. Как много людей готовы потратить 90 тысяч рублей на смартфон, который глобально ничего нового им не даёт? Опять же, у Samsung вроде бы отличная дата запуска, незадолго до анонса новых iPhone и обновлённой линейки Huawei Mate. Однако те, кто действительно готов обновиться и способен расстаться с такими деньгами, наверное, захотят немного подождать и иметь определённый выбор. Да и мы советуем вам не торопиться. Флагманы Samsung имеют тенденцию довольно быстро сбрасывать в цене. Возможно, через пару месяцев эта новинка будет стоить куда дешевле. Ну а если вы не стеснены в средствах, то да, Galaxy Note 10 Plus, именно большая версия, это отличный смартфон, который имеет всё необходимое. И мы вполне можем вам его рекомендовать, но выбирать, как всегда, только вам. Это The Rock. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok